Привлечение молодых педагогов в учебные учреждения Верхней Волжи – это одна из важнейших задач. В школах нашей области в новом учебном году начнут работать 116 молодых специалистов и 85 из них – школьные учителя. 60 молодых педагогов трудоустроились в Твери. Как они готовятся к своим первым занятиям уже в качестве учителей, узнала наш корреспондент. Педагогический коллектив школы номер 27 пополнился в этом году шестью молодыми преподавателями. В выпускнице педколледжа Ольга Соловьева продолжает семейную династию. Правда, о карьере учителя всерьез не задумывалась, но попробовала на практике и понравилась. С этого года она будет обучать ребятишек музыке. Знаете, я бы раньше никогда не подумала, что я пойду работать в школу. У меня бабушка учитель всю жизнь сказала, может, учитель. И мне как-то я влилась, мне это нравится, тоже очень хочу с детьми общаться. Искала вакансию учитель музыки, в интернете наткнулась, позвонила, мне сказали, приходите. Работу в школе девушка будет совмещать с учебой в УЗИ, ведь преподаватель и сам должен развиваться. Коллега Ольги и бывшая одногруппница Виктория Короткова того же мнения. Молодой педагог продолжает свое обучение на филологическом факультете ТВГУ. И осваивает еще одну специальность – учитель русского языка и литературы. Школа – ее стихия, уверена Виктория. Я очень люблю детей. Мечта детства. Прямо душа лежит учить детей, чтобы они получали много знаний. Без любви к детям и терпению, уверена педагог, работать не получится. В последние дни августа молодые специалисты активно готовятся к новому учебному году. Помочь советам и делам им готовы и старшие коллеги. Сейчас сложилась такая тенденция, что мало кто из новоиспеченных учителей разочаровывается и уходит из профессии. А значит, специалисты приходят с пониманием, чего хотят от жизни. И такие кадры готовы поддерживать еще и материально, говорит директор школы Елена Шалованова. Молодые специалисты в течение трех лет будут получать и 50% от должностного оклада. Если педагог неравнодушен, если он готов проводить мероприятия дополнительные, все это оплачивается в виде стимулирующих выплат. Минимальное на 2-3 тысячи. И доходит, если педагог очень активный, то доходит до 10, иногда больше. Уже второй год подряд тверские учителя получат единовременные денежные выплаты в 10 тысяч рублей. Эта мера поддержки введена по инициативе губернатора. О важности привлечения педагогических кадров в Верхневолжье рассказал в прямом эфире телеканала «Россия-24 Тверь» глава региона Игорь Руденя. Мы, конечно, видим, что у нас сейчас начинает расти конкуренция. Конкуренция между субъектами Российской Федерации. И вот тут, конечно, нам, наверное, придется нестандартные меры применять. Это материальное стимулирование и касается жилищных условий и подъемных для молодых, потому что есть выплаты для молодых специалистов в сфере образования, которые доплачиваются. Но понимаем, что этого недостаточно. Также Тверская область активно принимает участие в программе «Земский учитель». Так за три года образовательные учреждения региона пополнили 358 молодых преподавателей. В этом году трудоустроились 116 специалистов. Из них вот 75 – школьные учителя, 25 – воспитатели детских садов и 6 – педагогов дополнительного образования.